Всем привет! Сегодня у нас домашнее жаркое с уткой, которое мы будем готовить в утятнице в духовке. Для приготовления этого блюда мне потребуется пол утки. Я взяла вот уточку, она где-то около двух килограммов небольшая. Я буду брать половину, около килограмма. 800 граммов картофеля, пару морковин среднего размера, пару луковиц. Из приправ я беру паприку, базилик, сушеный укроп, смесь перцев и буду добавлять лавровый лист и перец черный горошком. Помимо этого потребуется немного сока лимона, с тем, чтобы убить специфический утиный запах. Жарить утку предварительно я буду на сковороде. Можно добавить растительное масло. Я буду добавлять утиный жир, который у меня в избытке остался после приготовления утки в предыдущий раз. У нас на канале есть уже три различных рецепта. Кому интересно, можно посмотреть. Там мы утку запекали целиком. Сегодня буду делать утку кусочками. Залить потом ингредиенты можно будет бульоном, если таковой у вас имеется. Если не имеется, можно просто взять воду, куда добавить по вкусу соли. И кто любит с томатом, можно добавить немного томатной пасты. Для начала утку я хорошо помыла и обсушила бумажными полотенцами. Теперь разделю на две части. Ну вот, разделили на две части. Теперь одну часть нужно нарезать на порционные куски. Утка разделена на части. Теперь я ее со всех сторон посолю, поперчу, смажу различными приправами. Приправы можете использовать разные. Но к утке, вот я уже сколько готовила, очень подходит именно базилик и укроп сушеный. Поэтому я их сейчас и использую. Итак, все присыпала уже перечисленным выше. Теперь растираю с одной стороны, втирая в уточку. И затем то же самое буду делать с другой стороны. Ну и помните, по поводу лимона, тоже вот так вот, по чуть-чуть лимона на каждую часть и тоже повтираю. Утка подготовлена уже, теперь я ее поджарю. На сковороду я поместила утиный жир. И когда сковорода раскалится, буду класть туда уточку. Слегка ее поджарю. Сковорода разогрелась и я выкладываю сюда уточку. И переворачиваю на другую сторону аккуратно. Вот видите, слегка она уже подрумянилась с этой стороны. Подрумянилась с другой стороны. Утку пока отставляем в сторону. И приступаем к нарезке овощей. Лука и моркови. Лук и морковь нарезаем кубиками. Можно брать любые другие овощи, например, кабачки, баклажаны. Но я в данном случае беру только эти. Выливаю на дно. Сюда же добавляю несколько лавровых листиков. И несколько горошин черного перца. На дно выложу нарезанную морковь и лук. Получается такая овощная подушка. И на нее теперь выкладываю кусочки утки. Остатки жира тоже сверху поливаю. Этот шар тоже у нас готов. И сверху размещаем небольшими кусочками нарезанный картофель. Некоторые хозяйки картофель предварительно до полуготовности отваривают. Я размещаю сырой, потому что утка будет тушиться достаточно долго. И картофель за это время успеет тоже приготовиться. Для заливки сегодня я беру не бульон, а кипяченую воду. И сюда помещаю полторы столовые ложки томатной пасты. Посолила сразу по вкусу. И теперь этой смесью я заливаю. Сверху приправой для картофеля посыплю. Или вот как я сейчас с сухим укропом. Духовка у меня разогревается где-то до 180 градусов. Уже разогретая. Я накрываю крышкой и помещаю в духовку. Ориентировочно на 30 минут. Через 30 минут уменьшу огонь. Где-то до 150 градусов. И так буду тушить до готовности. Прошло 2 часа. Полчаса была средняя температура. И полтора часа при такой небольшой температуре. Я поставила где-то 150 градусов. Наше жаркое готово. Можно насыпать. Ароматы стоят на всю кухню. Сверху можно слегка украсить зеленью. Вот такая красота и вкуснота у нас получилась. А мы на этом с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.